Зимой энергии расходуется примерно в полтора раза больше, чем летом, поэтому перед тем, как выйти на улицу, желательно плотно поесть. Причем те продукты, которые в холодное время года будут согревать вас своим теплом. Итак, злаки – это медленные углеводы, которые обеспечивают энергией весь организм. Кроме этого, отличным топливом для обогрева могут стать бобовые культуры. Чечевица, горох, фасоль – это не столько даже согревающие продукты, сколько продукты, которые дают насыщение. А в холодный период мы должны быть сытыми. Это очень важно. То есть нельзя допускать очень сильного голода, потому что идет внутреннее охлаждение. Поэтому мы такими продуктами, в которые содержит много белка, обязательно омега-3 жирные кислоты – это рыбы холодных морей, это семга, форель, это скумбрия. Нужно обязательно добавлять в свой рацион питания, чтобы вы чувствовали себя наполненными, сытыми. Дозировано, опять же таки, немного, но у вас внутри будет всегда огонь. Следующие продукты в списке согревающих – это чеснок, лук, петрушка и укроп. Постоянной гостьей в вашем меню должна стать и квашная капуста. Она рекордсмен по содержанию витамина С. А вот морская капуста поможет восполнить нехватку йода в организме. Его там хоть отбавляй. А еще не хотите мерзнуть на улице, перед выходом съешьте ложечку меда с щепоткой черного перца. Это еще и лучший антивирусный препарат. Вообще все оранжевое, морковка, тыква – это нужно использовать. И прекрасные есть рецепты крем-супа из тыквы, куда мы добавляем имбирь, перец чили – это вообще обязательно. Вообще все горькие черный перец, зеленый перец мы обязательно горький должны добавить, потому что тоже разжигается внутренний огонь. И нам будет тепло, хотя на улице будет холодно. Сладкий поставщик энергии – шоколад. Полезные вещества, в том числе антиоксиданты, помогут всему телу согреться в холодное время суток. Правда, чтобы получить максимум пользы, специалисты рекомендуют использовать только горький шоколад. Еще одни энергетические помощники зимой – орехи и сенечки. Для мужчины грецкий орех, для женщины миндаль. Мы можем в перекус оставить орехи. Это примерно 5-10 зернышек. Если мы говорим о миндале, миндаль желательно замочить на сутки, если не на сутки, даже на 8 часов. Если мы его замачиваем, он начинает открывать все свои полезные свойства и уже практически ферментированный продукт. Для нас это намного полезнее. Не каждый сорт чая в это время года поможет согреться. Зимой лучше отдать предпочтение черному или же чаю масала. Это согревающий напиток родом из Индии. Его, кстати, легко приготовить самостоятельно. Из чего состоит чай масала? В первую очередь состоит из черного чая, который мы сегодня приготовили. Это будет чай пуэр, чтобы мы могли еще лучше разогреться, чтобы это был бодрящий напиток. Затем обязательно молоко. И индусы никогда не используют молоко без пряности, потому что молоко без пряности не усваивается. Для того, чтобы молоко эффективно в нашем чае могло раскрыться и давать нам пользу, мы берем вот такой... Можно сделать смесь, а можно взять отдельно кардамол. Тоже прекрасный продукт, который помогает разжижать кровь, который снимает воспалительные процессы, который нормализует пищевое хорошее самочувствие. Затем гвоздика, имбирь сюда входит. Можно добавлять лепестки розы. Можно это все делать, если у вас нет измельченной смеси. Вы можете брать в мешочек, собирать все абсолютно компоненты, которые вы хотите. Гвоздика, имбирь, кардамол и заваривать в кипятке. Чай промываем в горячей воде, чтобы очистить от производственной пыли. Сливаем воду, после чего уже добавляем кипяток и даем немного настояться. Затем насыпаем 1 чайную ложку пряности, размешиваем и добавляем теплое молоко. А еще ложку сахара и чай масала практически готов. Итак, мы приготовили чай масала. Он должен еще протониться на горелке минут 5-10, потому что все специи, все пряности должны войти друг в друга и должны все пропитаться. Для того, чтобы раскрылся аромат и кардамона, и имбиря, и корицы, и всех тех пряностей, которые вы использовали в этих специях. Плюс сам чай черный должен тоже впитать и раскрыться. Тогда это будет очень вкусный напиток. К слову, врачи не рекомендуют пить горячий чай прямо перед выходом на мороз. Сосуды расширяются, и мы теряем довольно много собственного тепла. Поэтому после выпитого напитка стоит подождать полчаса и только потом выходить на улицу.